В 2009 году, один баскетбольный игрок хотел играть в Национальной Лиге, и я нашел статью о преддрафтовом отчете его агента. Этот отчет агента был его о мнимых слабостях. Вот вам фразочка, мнимые слабости. Его видимые слабости глазами тренера NBA. Послушайте, что о них сказали. Их нашлось 15. Я их все вам покажу. Неэффективный распасовщик. Иногда выходит из-под контроля. Сомнительный выбор бросков. Заострял между первым и вторым. Сомнительные способности защиты на следующем уровне. Боковая скорость, гибкость в защите нескольких позиций, пределы роста, все сомнительное. Оптимальная позиция запасной. Трудно оценить из-за системы использования колледжа. Он ходил в небольшую школу. Неизвестно, как он продержится в большой лиге. Посредственные атлетические данные. Средний рост. Средняя длина рук. Хрупкое телосложение. Слишком полагается на дальний бросок. Но в итоге Стеф Карри неплохо держится в NBA. Он неплохо справляется в NBA. Как хорошо, что отчет агента это не последнее слово о вашей жизни. Все эти пункты, может быть, и верны, может быть, это все правда. Но сейчас, оглядываясь назад, мы видим то, чего не увидели они. Мы видим Марка, 8 глава, с 14 по 21 стих. Мы можем собрать картины по кусочкам. Послушайте, что сказал тренер Уоррис. Он сказал, надеюсь, что этот агент больше не проводит оценок. Дотронитесь до соседа и скажите, нужно уволить своего агента. Тебе нужно уволить своих агентов, Моисей. Они не дадут тебе войти в землю обетованную, рассказывая о гигантах и забывая о винограде. Нужно уволить своего агента. Послушайте, что сказал GM команды Уоррис. Чего не видели люди, которым он не нравился, это что он великолепный работник и что он переживает об игре. Оглядываясь назад, оглядываясь назад, с каждым годом он становился все лучше. И если он вам нравился, и еще тогда можно было увидеть кусочек того, кем он мог стать.